Что сейчас является дешевым, но в ближайшем будущем станет дорогим? Пробка, ваниль и многие виды рыбы. Источники, откуда берутся эти продукты, должным образом не поддерживаются, а только сокращаются. С 2015 года цена на ваниль выросла более чем в два раза. Тогда на Мадагаскаре, откуда импортируется подавляющее большинство ванили, произошел ураган или что-то в этом роде, который уничтожил большую часть урожая. Примерно 10 лет назад я купил пол-литровую бутылку дробленой ванили. Ванильной пасты, которая по сути является ванильным экстрактом в форме сиропа. Чуть больше, чем за 20 долларов. Сейчас такое же количество обойдется вам не менее, чем в 60 долларов. Экстракт на основе спирта, как правило, дешевле ванильной пасты, но все равно намного дороже, чем 6 лет назад. Если по правде, то частная жизнь. Я имею в виду конфиденциальность. Скорее всего, какая-то неизвестная криптовалюта, которая скоро взлетит. Шоколад. Почему? Изменение климата. А еще шоколад требует больших трудозатрат. И, как я слышал, значительная часть шоколада производится с использованием детского труда. Иногда, когда я ем рыбу, я думаю о том, что в будущем она может стать дефицитным деликатесом, которым смогут наслаждаться только богачи. Да, морская рыба действительно постепенно станет дефицитом. Креветки и тому подобные продукты тоже. Но с мидиями и устрицами вроде как ситуация попроще. Кстати, у нас есть способы выращивать форель, карпа и теляпии так, чтобы не разрушать целые экосистемы. В небольших количествах без огромных ферм, конечно же, но тем не менее, варианты есть. И да, нам придется перестать кормить рыбу рыбой. Опустошение морей для производства корма для рыб – это полное безумие. Владение устройствами. Корпорации усиленно лоббируют борьбу с законом о праве на ремонт, что впоследствии приведет к тому, что вы не сможете чинить свои устройства самостоятельно или отдавать их в ремонтные мастерские. С такими компаниями, как Apple, Tesla и John Deere, все уже довольно плохо. Они создают безупречные продукты, но если с ними что-то пойдет не так, вам порекомендуют купить новый девайс Apple или отправить вашу тяжеленную Tesla на несколько дней или недель в сервис компании, чтобы ее отремонтировали там, в то время как вы должны быть в состоянии сделать это сами. Фермеры вновь возвращаются к древним тракторам, поскольку они могут починить их сами и достать запчасти по разумной цене. Либо, чтобы можно было починить какие-то поломки своевременно и самому, они используют польский пиратский софт, чтобы обойти DRM-защиту в новых тракторах. Иногда поломка тракторного датчика стоимостью 100 долларов может стоить вам до 5000 долларов, включая доставку, текелаж и рабочую силу. Не говоря уже о потенциально потерянном урожае, если починка займет слишком много времени. Бананы. По крайней мере, те бананы, к которым мы привыкли. Бананы Ковендиш. Грибок Фузариум медленно, но верно распространяется по мировым плантациям бананам Ковендиш, убивая все плоды. Ну, такое уже было с прошлым сортом бананов Громишель, так что переживем как-нибудь. Шоколад или кофе. Объяснение. Из-за изменений в климате становится жарче и снижается влажность из-за грибковых заболеваний и растущего спроса. Но эти продукты не исчезнут полностью. Они могут стать немного дороже, но не более того. Только не кофе. Ты умрешь до того, как это случится. Либо так, либо умрешь, когда это случится. Нераспакованные игры Nintendo. Игры в целом. В последние годы компании вообще перестали задумываться о сохранении старых игр. С выходом Switch Nintendo попросту начала игнорировать большую часть своего бэкграунда. А Sony при попытке закрыть PSN Store для PS3 столкнулись с сильной негативной реакцией общества. Однако со временем они явно все равно его закроют, учитывая, что несмотря на общественный резонанс, они проделали то же самое с PSP. Эмулирование игр все еще является серой деятельностью с точки зрения закона. Отчего правообладателям не составляет никакого труда удалять сайты, на которых размещаются старые игры. При этом диски, картриджи приходят в негодность из-за небрежного отношения владельцев. Все это приведет к тому, что рынок поддержанных старых игр взлетит в цене до небес. Если у вас на районе есть местный магазин ретро-игр, обязательно поддержите его. Такие магазинчики по сути единственные места, где все еще можно достать старые игры по доступным ценам. Старые тачки. Они уже начали сильно дорожать. Японские машины 90-х годов стоят сейчас охренеть сколько. Взять любой пикап Toyota. Они просто безбожно дорогие. Я только что скинул свою Tacoma нулевых годов с пробегом в 250 тысяч км. С дырками в раме от ржавчины. За большую цену, чем я за нее отдал. Да, я тут недавно смотрел Corvette 99-го года. Год назад можно было купить Corvette с пробегом 25-35 тысяч километров за 15 тысяч долларов. Сейчас Corvette с пробегом 35-45 тысяч км. Стоит порядка 25 тысяч долларов. Вода. Я согласен наполовину. Мне кажется, если бы в мире осталось крайне мало запасов пресной воды, то между державами началась бы гонка по созданию технологии, с помощью которой можно было бы перерабатывать соленую воду в питьевую. Такая технология уже есть. Называется обратный осмос. Да, такая технология есть, но она ужасно энергоемкая и производит довольно токсичный технический рассол, который нужно выкачивать обратно в море, подальше от места добычи воды. Необычные продукты. Помните, когда авокадо было дешевым? А помните, когда кофе был дешевым? В Австралии из-за необычайно хорошего урожая цены на авокадо сейчас находятся на историческом минимуме. Однако они скоро снова поднимутся. Пару лет назад в Новой Зеландии цены на авокадо были настолько высокими, что кража авокадо стала обычным делом. Уже сейчас мясо не дешевый продукт, но в ближайшие 10 лет оно вообще подскочит в цене. Ну, у меня на районе очень много белок. Вот поэтому я скупаю побольше сырой говядины и прячу ее под матрасом. К 2030 году собираюсь сколотить состояние. Осталось просто подождать. Я думаю, что где-то через 5-15 лет качество искусственного мяса станет настолько хорошим, и оно будет настолько дешевым, что мир полностью поменяется. Да, но тогда цена настоящего мяса взлетит до небес, если только правительство не запретят его. Настоящее мясо станет необыкновенным деликатесом и продуктом элитного фермерского хозяйства. Представьте себе, если бы все мясо было высшего сорта, типа вагю или кобе. Даже если искусственное мясо станет лучше обычного, люди все равно будут платить за аутентичность и культурные особенности. Заскок на какой-нибудь новый ЗОЖ-продукт. Помните, когда алоэ вера было во всем? Я почти уверен, что сейчас индустрия здоровья готовит для нас очередной секретный ингредиент. Алоэ вера – бесполезная хрень. Я знаю, но когда лет 7 назад алоэ было модным, его добавляли во все – от кондиционера для белья до йогуртов. Его пихали везде, серьезно. Если серьезно, это вполне может быть мед из-за вымирания пчел. На самом деле в пчеловодстве сейчас не все так плохо. Проблемы есть, но не апокалиптические. Наибольшие трудности испытывают пчелы-отшельницы. Они занимаются опылением, но они не делают мед, поэтому людей не так сильно волнуют их проблемы. Твой комментарий набрал слишком мало лайков. Людям пора начать бороться за спасение пчел, которые реально находятся в опасности. Мне кажется, люди не понимают термина «ближайшее будущее». Что не так? Тебе не зашли все эти ответы про воду и воздух? Ну, с проблемой нехватки воды мы сталкиваемся уже сейчас. Я не понимаю вашего неверия. Как житель ЮАР, я очень обеспокоен ценами на продукты. Из-за недавних событий, мародерства и беспорядки. Многие склады с продуктами питания и продовольственные пункты были уничтожены. Там, где я живу, цены еще нормальные, но ходят слухи, что только на этой неделе в некоторых местах цена на хлеб выросла на 200%. Бензин. Я знаю, что все жалуются на его стоимость, но у нас бензин сейчас стоит около 2 долларов 80 центов за галлон. 3,8 литров. 2 литра газировки полгаллона стоит около доллара 80 центов. То есть галлон невозобновляемого ископаемого топлива стоит дешевле, чем эквивалентное количество шипучей сладенькой водички. Рыдает в Калифорнии. Я сегодня на заправке отдал 4 доллара 49 центов за галлон. Я вообще не могу вспомнить, чтобы бенза когда-нибудь стоила у нас дешевле 3 долларов за галлон. Рыдает в Норвегии. На этой неделе у нас несколько раз цена бензина поднималась до 7 долларов 70 центов за галлон. О, чувак, не приезжай в Европу. Мы платим по 7 долларов 85 центов за галлон. Это евро 76 за литр. Мои работы. Мне нравится твой настрой. Гелий. Вам не кажется безумным, что мы можем купить воздушные шарики, наполненные таким важным элементом, тупо чтобы украсить дом на праздник. Как же меня бесит эта тема с гелием. Нет, у нас не заканчивается гелий. Нам просто становится тяжелее достать гелий. Когда производителям природного газа станет экономически выгодно снова начать добывать гелий из газовых скважин, цена снизится. Гелий на земле это в буквальном смысле побочный продукт радиоактивного распада в земной коре, мантии и ядре. До тех пор, пока ядро горячее, у нас будет гелий. YouTube. В будущем он будет стоить 99 центов. Ты, как зритель, уже стоишь больше этой цены. В цифровом мире, если продукт отдается бесплатно, значит продуктом на самом деле являешься ты. Они реально уже задрали со своей рекламой каждую минуту. Больше не могу смотреть длинные видео. Земля. И так уже адски дорогая. Базовые продукты питания. В связи с засухой, поразившей значительную часть США и других стран, похоже, что нас ждет плохой урожай. Надеюсь, что человеческий труд. С развитием робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта этого не произойдет. Изменено. Это реально так. Я работаю в творческой сфере. Я писатель. ИИИ уже превзошел меня. Я загрузил в программу все свои произведения, написанные за последние 7 лет. И она выдала вот это за миллисекунды. Это очень человеческая вещь. И случается она, к сожалению, чаще, чем нам хотелось бы. Не потому, что природа несправедлива, а потому, что нам свойственно реагировать на окружающий нас мир. Мы всегда в движении, постоянно развиваемся и учимся. Мы стремимся к тому, чтобы мирское соответствовало божественному. Но я рассчитывал на что-то более откровенное. На подмигывание, на кивок. Жаль, но ничего из этого я так и не получил. Такова жизнь. Да, эту нейросеть нужно немного контролировать. Где-то надо подредактировать. Но она уже работает на достаточно высоком уровне. Все, что связано с Xbox 360, PlayStation 3 или Nintendo Switch. Сейчас эти приставки находятся в упадке. Однако некоторые люди уже скупают их. Очень скоро приставки станут коллекционными предметами. А цены на игры, консоли и аксессуары вырастут. CD и DVD диски. Виниловые пластинки уже вернулись в моду. Вскоре обретут вторую популярность и другие физические носители. Стриминг занимает свою огромную нишу, но уже очень многие люди начали испытывать усталость от потокового вещания. Пользователям хочется владеть какими-либо физическими носителями, а не платить за контент, который находится в облаке. Да, я думаю, что многие предпочитают покупать виниловые пластинки или компакт-диски. Ведь несмотря на то, что пользоваться онлайн-сервисами действительно удобно, людям все-таки приятно иметь физическую копию материала, который им очень нравится. Да не, вы преувеличиваете число людей, которые прутся по такому. Даже во времена расцвета физических носителей не было так много любителей дисков и так далее. Большинство людей при прослушивании музыки довольствовались радио. Физические носители всегда останутся прихотью энтузиастов. Электричество. По мере распространения электромобилей инфраструктура требует обновления. Даже без электромобилей повышение тарифов неизбежно. Людям придется покрывать расходы на модифицирование инфраструктуры. И как это обычно бывает с правительствами, они, вероятно, введут дорожный налог на зарядные станции и найдут способ ввести дополнительный налог на любые домашние зарядные устройства, которые вы будете использовать для зарядки автомобиля. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, что сейчас является дешевым, но в ближайшем будущем станет дорогим. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока!